Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Есть какие-то предложения по поведению? Внеочередная сессия городского совета. Традиционный конкурс «Юные защитники Отечества». Отчетный концерт вокального ансамбля «Ренессанс». В гостях у древних людей. А теперь об этих и других событиях подробнее. На Смоленщине, как и всюду по стране, создается реестр организаций и предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Сейчас уже более 900 объектов области поставлены на учет. До конца первого квартала еще примерно 3000 региональных предприятий и организаций войдут в реестр. В итоге государство будет иметь четкое представление, что необходимо сделать для предотвращения экологических проблем в разных регионах. Задолженность за потребленные в Смоленской области топливно-энергетические ресурсы сокращается. На протяжении ряда лет наблюдалась отрицательная динамика. В этом году негативную тенденцию удалось переломить. Несмотря на улучшение ситуации, стоит отметить, что в должниках и население, и управляющие компании. 28 февраля состоялась 38-я внеочередная сессия Десногорского городского совета. Какие вопросы рассматривались и какие решения приняты, расскажем в нашем сюжете. На повестку дня было вынесено всего два вопроса. Согласно решению номер 302, депутатский корпус объявил конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования города Десногорска, который пройдет в два этапа. Первый назначен на 22 марта, когда будут рассмотрены документы, представленные гражданами, желающими участвовать в конкурсе. Второй этап – индивидуальное собеседование с кандидатами – пройдет 24 марта. Также депутаты сформировали конкурсную комиссию из шести человек. В нее вошли три человека из областной администрации и три депутата Десногорского городского совета – Сергей Гайдайчук, Михаил Дурманов и Павел Пименов. По результатам конкурса также 24 марта в 14 часов состоится сессия горсовета, где будет избран глава Десногорска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Прием документов для участия в конкурсе начат 2 марта и продлится до 16 числа включительно. Затем депутаты внесли изменения в регламент совета, которые также касаются выборов главы. В областном центре зарегистрировано превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ среди детей от 7 до 14 лет. Управление Роспотребнадзора по Смоленской области обращает внимание на необходимость соблюдения мер профилактики инфицирования респираторными вирусами. В Смоленске прошло большое ежегодное совещание по предстоящей посевной кампании. В совещании приняли участие главы администрации, руководители сельхозпредприятий, ведущие селекционеры и поставщики российской техники. Были определены и культуры, посадки которых в регионе будут увеличены. Это гречиха, лён, рапс, а также растения зернобобовой группы. 28 февраля в Доме детского творчества состоялся традиционный общешкольный конкурс «Юные защитники Отечества». О том, кто принимал в нём участие – в нашем следующем сюжете. В игровой программе приняли участие команды из школ города и Дома творчества. Цель – патриотическое воспитание наших детей. Очень важно с юного возраста приучать их любить Родину и готовиться к мысли о том, что её нужно защищать. После того, как каждая команда представила свою визитную карточку, началась конкурсная игровая программа. Первым этапом стала расшифровка донесения разведчиков при помощи ключа. С ним ребята справились быстро и легко. Во втором конкурсе командам пришлось вспомнить всё то, чему их учили на уроках ОБЖ, и оказать качественную первую медицинскую помощь раненому в бою товарищу. Третьим испытанием для ребят стал конкурс под названием «Художники». Ребята рисовали и раскрашивали военную технику. На пятом этапе баллы для своих команд зарабатывали капитаны. Для этого им пришлось приложить всю свою физическую силу и применить смекалку. Завершилась игровая программа двумя творческими состязаниями. Ребята представили рассказы-презентации о героях и показали подготовленные дома творческие номера. На всех этапах все участники команд прикладывали всю свою волю для достижения победы. Было сложно, когда Ульяна находила мин, она просто их обходила руками, как-то её сохранило. Но в то же время мы не прошли этот конкурс. Самое важное, наверное, это оказать первую медицинскую помощь. Творческий конкурс был просто великолепный. Мне очень понравилось. Знания и умения юных защитников Отечества оценивало жюри под предводительством Игоря Журавлёва, председателя Десногорского совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Команды вроде бы, как говорится, одинаковые. Пятый, шестой класс, но всё равно у каждой какой-то был свой, своя изюминка. Эта изюминка иногда нас повергала в шок, потому что получалось, что судить один какой-то конкурс явно выделялась одна из команд. Но в конце концов, когда уже начали собирать общие итоги, то получилось всё складно. Но я же говорил о том, что разрыв между командой, буквально один-два очка, такого не бывает. Но так случилось. Абсолютным победителем в игровой программе «Юные защитники Отечества» стала команда учащихся первой школы. Мы очень рады. Это очень хорошее впечатление. Без наших педагогов ничего бы не получилось. Второе место разделили между собой ученики школы номер 4 и воспитанники Дома творчества. Третье место у команд 2-й и 3-й школ Десногорска. Инспекторский участок Десна ГИМС МЧС России по Смоленской области напоминает любителям подлёдной рыбалки об осторожности и просит не рисковать. Ведь никакой улов не стоит вашего здоровья, а то и жизни. При нуле градусов прочность льда в 10-12 раз слабее, чем при минус 5. При чрезвычайных ситуациях звоните 01 с сотового телефона 112. Жители и гости областного центра могут принять участие в борьбе с рекламой спайсов. На официальном сайте администрации Смоленска начал работу новый сервис с названием «Сообщи о рекламе наркотиков». Информацию можно оставить анонимно. Всё это необходимо для принятия срочных мер по ликвидации рекламы наркотических средств. В городском центре «Досуга» состоялся отчётный концерт народного коллектива студии эстрадной песни «Ренессанс». Песня остаётся с человеком. Подробности далее. Солисты этого коллектива – всегда желанные гости не только на городских мероприятиях, но и на фестивалях-конкурсах всероссийского и международного масштабов. Песни в исполнении солистов студии «Ренессанс» знают и любят в нашем городе. Поэтому неудивительно, что концерт вызвал большой интерес среди тесногорцев. Поскольку концерт был отчётный, то в зале присутствовали эксперты из Смоленска, мнением которых мы тоже поинтересовались. Концерт нам очень понравился, потому что действительно всё прошло на одном дыхании. Ребята замечательно пели. То есть видно, что они с душой это делают, им это нравится. Здесь, конечно, ещё нужно сказать, что была проведена, видимо, большая работа педагога. Тоже нужно его похвалить за хорошую работу с ребятами. Нет возможности перечислять все прозвучавшие песни, но очень порадовало разнообразие форм и жанров эстрадной музыки. Зрители услышали песни и в исполнении дуэтов, и сольные номера. И в каждой песне были свои достоинства. Каждая задевала только светлые струны души. Молодцы. Мы отдохнули душой и телом, как говорится. Дай Бог им это самое дальнейшее. Успехов, удачи. Жизнь человека неразрывно связана с песней. И этот отчётный концерт – яркое тому подтверждение. На 18-й агропромышленной выставке «Золотая осень-2016» администрация региона впервые была отмечена золотой медалью за достижение высоких показателей в области племенного и товарного животноводства. Также золотыми медалями и дипломами в развитии племенного животноводства были награждены три племенных хозяйства Смоленщины по разведению крупного рогатого скота молочного направления, расположенные в Смоленском, Починковском и Сафоновском районах. Смоленская областная библиотека готовит выставку необычных книг для Белоруссии. Это коллекция миниатюрных книг, насчитывающая 500 экземпляров. Уникальные издания увидят жители Витебска. В детстве от всего нового – самые яркие впечатления. А попасть в реальный доисторический мир – интереснее вдвойне. О том, как дети 21 века знакомились со своими предками, узнаете из нашего сюжета. Дошкалята из детского сада «Мишутка» пришли в городской музей, где расположилась выставка экспонатов, которые представляют эволюцию человечества на Земле. Выставка не просто интересная. Она уникальна тем, что персонажи выполнены в натуральную величину. А особенно хороша тем, что все фигуры можно не только потрогать руками, но и заглянуть внутрь крокодила. Детей не смущает версия, что человек мог произойти от рептилии. Тем более их не удивляет мысль происхождения цивилизации от шимпанзе. Ростовые фигуры древних людей завораживали своим естественным сходством. После экскурсии дети охотно делились впечатлениями. С крокодилом и с ненадзором рексом мне понравились. А почему? Потому что они такие впечатляющие. Какой тебе персонаж здесь больше всего понравился? Этот. Этот? А почему? Потому что он смешной. Я узнал, как птицы вот это охотятся своими лапами. Я узнал, как обезьяны охочутся на всякую там еду. Я узнал, что древние люди делали оружие из костей. А люди вышли из обезьян. И в заключении о спорте. В Смоленской академии спорта прошли соревнования «Русская зима», которым уже более 30 лет. В состязаниях приняли участие юноши и девушки 14-15 лет из разных районов области, а также команда из Великого Новгорода. Уникальной особенностью «Русской зимы» является то, что на ней представлены только беговые дисциплины. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Благодарю всех за внимание и желаю хороших выходных. До свидания.